Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Про цветок». Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Сегодня я расскажу вам, как бороться с грызунами гуманными способами, то есть без применения химических отравляющих веществ. Сейчас осень, грызуны активизируются, и полчища грызунов устремляются в наши сада, жилища и места хранения урожаев. Борьба с грызунами – очень важное мероприятие, ведь грызуны не только уничтожают наш урожай, но и разносят многие заболевания, такие как чума, лихорадка, бешенство и многие другие. Поэтому при появлении первых признаков грызунов у себя в садах и на участках следует предпринять незамедлительные меры для борьбы с ними. Конечно, для борьбы с грызунами применяют разные отравляющие вещества. Приманки, капканы, ультразвуковые отпугиватели. Но если такой возможности нет, либо нет такого желания, можно бороться с ними народными проверенными средствами. Первым средством борьбы, о котором я вам расскажу, является использование ветвей можжевельника. Ведь в Израиле люди использовали можжевельник для борьбы с грызунами. Грызуны не могут переносить запах можжевельника, а также его колючих иголок. У меня на участке растет несколько кустов можжевельника обыкновенного, европейского. Перед закладкой на хранение овощей в хранилище я нарезаю большие охапки веток с кустов и помещаю их в погреб. Вот мышей там нет. Это давно проверенный способ. Еще одним способом борьбы с грызунами является обожженная шерсть. Нужно взять любую шерсть животного. Это может быть овечья шерсть, собачья, кошачья. Даже старый воротник от бабушкиного пальто подойдет. Берем кусочки шерсти, обжигаем их и раскладываем в помещениях. В продушины дома, в погреб, под шкафами, в какие-то щели, в полах. Вот, раскладываем эти кусочки шерсти. Мыши воспринимают этот запах как опасность пожара и убегают из наших жилищ и построек прочь. Похожим действием обладает и обожженная древесина. Если взять несколько недогоревших поленьев и положить их в погреб, мыши в них водиться не будут. Перед применением данного способа убейтесь, что обожженная древесина либо кусочки шерсти не загорятся. Не нужно помещать сразу горящие материалы в помещение. Это может быть пожароопасно. Избавляясь от мышей в помещениях и местах хранения урожая, не стоит забывать и об огородах. Ведь у многих еще не убраны корнеплоды. А это отличное лакмусло для мышей. Что же предпринять для борьбы с ними? Нужно взять какие-либо отпугивающие вещества. Это может быть зеготь, это может быть, опять же, кусочки обожженной шерсти. И разложить их на грядках. Но здесь возникает проблема. Ведь осенью часто идут дожди. И запах может быстро исчезнуть. Для этого пропитываем поролон, либо вату, дегтем. Кусочки шерсти используем. Но помещаем их в отрезанные пластиковые бутылки. И размещаем их на грядках. Мышам этот запах не понравится. И они будут убегать из нашего огорода. Надеюсь, данные способы помогут вам в борьбе с грызунами. И сохранят ваш урожай и помещение. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Хороших урожаев. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова